В детской поликлинике всегда оживленно с приходом гостей. На этот раз в рамках республиканского проекта «Добрый год» праздник состоялся для особенных детей. Гред предприятий города Чистополь откликнулся на сегодняшний праздник, мероприятие, и поучаствовали сегодня в организации. А именно они сегодня предоставили нам ценные подарки и сладкие подарки для детей-инвалидов. Очень хочется отметить, что очень много довольно таких добрых, хороших, отзывчивых людей живет и работает у нас в городе Чистополь. Именно в этот день по традиции мы отмечаем этот день совместно с добровольческим движением жизни. Приходишь к деткам, получаешь их эмоции, заряд, они благодарны тебе за это. Это как раз и пробуждает дальнейшее нахождение в данном движении. Среди гостей праздника – семья Галимовых с сыном Динаром. Два года назад ему был поставлен диагноз «остеопетрос» – смертельный мрамор. При поддержке неравнодушных людей мальчика удалось спасти. Ему была сделана операция по пересадке костного мозга в одной из клиник Израиля. У нас сейчас, слава богу, все хорошо, анализы в норме, развиваемся потихоньку, ходим на развивательные занятия, ходим сами, разговаривать только начали еще мама, баба. Для нас это счастье. В январе у нас будет два года после пересадки, мы должны будем узнать имя донора, которому мы очень благодарны, который с нами поделился такими клеточками. А так вот пять лет надо наблюдаться, ездить к врачу, сдавать анализы. Достижения детей с ограниченными возможностями – это результат совместной работы родителей, врачей и всех, кто помогает им бороться с болезнями. На встрече приглашенным были показаны мини-фильмы о достижениях и успехах таких ребят. На встречу с ними пришли и врачи, и благотворители. Создать предновогоднее настроение помогли волонтеры совместно с агентством КАКОДО. Они организовали для детей театрализованное представление. Сегодня в Чистополе добровольческой деятельностью занимаются несколько школьных и студенческих отрядов. Только в центре «Жизнь» более 50 волонтеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова